Всем привет! Тестируемый нами сегодня двухсимник Arcos 55B Cobalt внешне от ранее обозреваемых смартфонов 50B Cobalt и 50B Cobalt Lite отличается лишь увеличенным до 5,5 дюймов IPS-экраном. Но как обстоят дела с другими спецификациями новинки стоимостью порядка 170 долларов. Давайте смотреть. То, что дизайн 55B Cobalt полностью идентичен вышеупомянутым моделям видно сразу. Та же металлическая рамка по периметру корпуса с красивым зеркальным алмазным срезом на торцах и тыльная панель из серебристого пластика, который на глаз не сразу отличишь от металла. Так что на внешности смартфона излишне заострять внимание не буду. Скажу лишь, что такое сочетание материалов придает его облику дороговизны и какой-то особый лоск, недоступный большинству других трубок со схожим ценником. Металлическая рамка, в которую на нижнем торце встроен вывод микрофона, а на верхнем порт microUSB-USB и 3,5 мм аудиовыход, помимо всего остального обеспечивает дополнительную прочность конструкции 55B Cobalt. Нужно отдать должное, даже несмотря на съемную заднюю крышку, под которой обустроен аккумулятор на 2600 мАч, отдельные слоты для двух microSIM-карт и карты памяти, собран смартфон действительно идеально. Ни тебе кривых зазоров, ни люфтов и скрипов, которыми любят пугать пользователей китайские устройства. Клавиши регулировки звука и кнопка питания на правой боковушке не болтаются. Под стать ободу они металлические, легко нажимаются, обеспечивая при этом хорошо различимый отклик. Единственное, из-за немаленьких габаритов и диагонали экрана в 5,5 дюймов, большой палец без перехвата до кнопок не дотягивается. По этой же причине смартфон не очень удобен и в навигации по меню одной рукой, плюс никаких программных средств, упрощающих данный процесс, оболочкой не предусмотрено. Работает 55B Cobalt под управлением операционной системы Android 6.0.1. Причем речь идет о практически чистой его версии. Из предустановленных утилит, помимо программ Google, лишь фирменный видеоплеер Arcos. При первом запуске гаджета пользователь по желанию может установить также офисный пакет Office Suite, новостной агрегатор News Republic и три игры. К слову, играть на большом 5,5 дюймовом экране модели, как и читать, серфить и смотреть видео очень удобно. Дисплей сочный и яркий, информация на нем даже в условиях очень яркого солнца остается хорошо читаемой. Подсветка регулируется и вручную и автоматически. В основе экрана IPS матрица с HD разрешением и максимально широкими углами обзора. Плотность пикселей 267 точек на дюйм, так что отдельные точки на шрифтах при желании можно рассмотреть. Что немного расстраивает, так это отсутствие на экране 55BKV идеального олеофобного покрытия. Оно есть, но хорошее. Хотя палец по панели скользит неплохо, а вот отпечатки устраняются тяжело. О защитном стекле производитель также не упоминает. Как и с антижировым покрытием, его отсутствие частично нивелирует защитная пленка из комплекта поставки. В последний, кстати, помимо самого смартфона вошли также адаптер питания, кабель microUSB-USB, гарантийный талон, инструкция пользователя и вакуумные наушники гарнитура. Тачскрин на прикосновения реагирует хорошо, по крайней мере без пленки на экране. Одновременно распознает два касания. Под дисплей Mo55B Cobalt обустроены сенсорные кнопки управления без подсветки, а над ними датчики освещения приближения, прорезь разговорного динамика и объектив 2-мегапиксельной камеры. Принимая во внимание разрешение фотомодуля, он ожидаемо оказался ориентирован на видеосвязь, а не на селфи. Хотя по количеству режимов и настроек параметров съемки он мало чем уступает основной 13-мегапиксельной камере смартфона. Тыловой фотомодуль модели имеет шестикратный цифровой зум и автофокус. При хорошем освещении последний работает быстро и точно, при плохом случалось ошибался. Что касается качества фотографий, то дневные производят приятные впечатления, особенно если говорить о снимках в режиме макро. Пейзажи также редко страдают шумами и замыленностью краев, чего не скажешь о ночных фото. Под объективом тыловой камеры и вспышкой у 55B Cobalt расположен сканер отпечатков пальцев. Используется он исключительно для разблокировки смартфона, срабатывает довольно быстро и не требует предварительной активации экрана. В корпус он утоплен непривычно глубоко, поэтому легко нащупывается пальцем вслепую и случайно не срабатывает. Как оказалось, помимо биометрического сенсора, разрешения фотомодулей и отчасти характеристик экрана, 55B Cobalt позаимствовал у братьев-близнецов, 50B Cobalt и Lite версии, набор модулей беспроводной связи и даже железо. Наша тестовая модель комплектуется 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой встроенной, но существует также ее Lite модификация с 1 ГБ оперативки и флеш-накопителем на 16 ГБ. USB OTG в 55B Cobalt нет, зато реализована поддержка технологии Miracast и одновременная работа двух сим-карт в режиме ожидания. С передачей голоса во время тестирования проблем не возникло. Звук в разговорном динамике приятно детализирован и в меру глубокий. В наушниках смартфон звучит также довольно неплохо, а вот через внешний динамик на максимуме громкости вырывается посторонний шум. Одного полного заряда аккумулятора смартфона емкостью 2600 мАч на среднем уровне подсветки экрана хватает на 5 часов воспроизведения видео с помощью штатного плеера или на 2,5-3 часа игры. Замечу, что со всеми этими задачами железо модели справляется хорошо, идут даже тяжелые игры. Asphalt 8, правда, выставляет средние настройки графики, при этом частоты кадров достаточно для комфортной игры. Что ж, по части автономности, производительности и возможностей камер, 55B Cobalt действительно оказался идентичен ранее тестируемым 50B Cobalt и 50B Cobalt Lite. Справляется со всеми повседневными задачами, держит заряд в течение рабочего дня, при хорошем освещении делает неплохие фото. Более того, он даже внешне от предшественников ничем не отличается. Такой же стильный и добротно собранный. Так что единственное, что, на мой взгляд, в нем выглядит более привлекательно для пользователя, это увеличенный до 5,5 дюймовый кран, благодаря чему на нем удобно серфить, смотреть фильмы, читать и играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА